элен пока на центре встречается с противником я вижу что тут основная это идея по джиме форестера который уже в спине находится не китай закрывает отрывает рейдж инфориа и свят мог еще попасться по спрей никель это ковбой года 2 в 4 а вы пытается хоть как-то выманить защиту на набасайте что три противника есть красный крат конечно и можно было бы еще поверить то что пройдут но тут увы не как интерпретаешь кейза там пока мист расположился или но второй смог ну и теперь крат нотки на первых ролях а времени этого бреста и уже два красных у атаки топит крат 1 линия по прага с шугером не справляется и шуга солянова все же никель выживает спалил всю эту защиту конечно же waterfalls но вы справиться в не смогут под конечный тайминг рейджин приседает до минимума а где же играет свят почему не хлопает срочно порядке открываться вместе с тиммейтом флешка полетела никеля никак она не ослепила и ограничивая даже гранат защиту большей степени замешкались в потеряли свои жизни отлетели 5-0 уже все равно у нас прошла пистолет и были ну дальше агрессирует у нас под флешки ребята из энтропик забирает уже рейджина но никак не готовы у нас никак никто не готовы с команды а вы будто не стоялся частично чтобы доиграть правильно к сожалению гранат не остается значительного хаве используя ли флешка на поражение сайта шугер расстреливает никеля по страмам ну и лаки который забил дом ждем от него игры но вот увы он сам не дождался и смотрим затем как будет уже кратери тейкать 1 2 бомба все еще не стоит есть потенциал на то чтобы не дать ее активировать первого увидел бах-тапа в спину шугер не тащит этот раунд но было близко и все же команда обе но шугер там разрулил в итоге да клач крадом не дает ребятам из-за вы пока цепляться так вот и сентри и сентри по никель беку целом вообще вырисовывается в блику и какой же холод свято судя по всему просто просто королевский я бы сказал ну по крайней мере царский когда ты видишь что на карте происходит и это понимаешь так размен рейтинг забирает крада форестер дает по нему размен 4 в 3 большинство для атаки есть вам бомба уже установлена так ну и послант ситуация довольно таки приятно для авы а в п в ретейке конечно гранат нету маг 10 и дизель но все равно вот важный дуэль выиграть waterfalls ну и в принципе это судя по всему первый раунд для авы или нет или да последний эллен свое а в п 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 но будут его выд и выбивать любом случае вряд ли он за светит свой авик там уже со всех сторон обходит потихоньку вопрос времени когда элена заберут waterfalls судя по всему этим и займется да поздравляем поздравляем Все же, снайпер атаки красным, Ариан, еще может попытать свое счастье с другого угла, но флешка прилетает четко, Фортер уже отрабатывает, вот вам и аут на сайте. Всегда рабочая вещь на Эншенте, Waterfalls, боится даже открыться, хотя разменялся, но вот будет ли выгоден этот размен. Есть смок еще в наличии, но этот смок уже ничем не поможет, Поря уничтожает двоих, есть информация по Форестеру, ну либо по Эллину, которая играла из-под храма, нет, все же Поря не рассчитывал увидеть второго, АИ за 8 секунд до конца этого раунда. Эллина с АВП, поэтому, что позволило на центре карты понаглее атаки выйти, ну и это плюсовой размен для атаки. Рейджин еще забирает краду, он из-под базы Б. Так, размен, 3 в 3. Вкусно это выглядит со стороны, все же на 3 пик потеряли много игроков, Эллина байтит на выстрел, там уже и под Т-шкой война, Рейджин убирает снайпер, падает никель под Т-шкой и все, раунд завершен для АВ. Только осталось дело техники, это уже сыграть на бомбу, Форестер еще попытается ретейкнуть, но вот в ротации он явно угадал, ведь тайминг-то приятный, Поря ставят за тотемом, есть щель, Форестер мутится, Поря на контроле, Рейджин еще время от времени разворачивается, все же удалось обезвредить Порю, Ну и вопрос в ликвидации Рейджина, который меняет позицию, перезанимает тотем, скорее всего он сейчас будет нечитабельным элементом, Форестер вообще ожидает его из-под левой части хуба, оттягивается туда же, выход в следующей секунду, до конца Рейджин отыгрывал за колонной, не чекал, но теперь Форестер затопал, есть явная информация, Ватерфолз готовится к приемке, Ватерфолз был красный, отлетел, ну и Рейджин, который ранее призанял позицию погибшего тиммейта, все же был против того, чтобы не подарить свои девайсы. Стоит тут учитывать, что и у самих АВ денег немного, но Лаки делал не проворот, все же открыл остановок Шугеру, не вовремя потерял жизнь под мидом. Команды АВ, и денежки будут, в принципе, приятно, так, но дальше вот уже начинается самая интересная, так сказать, стадия игры. Так, после этих фрагов, штука Рейджин, Форестер, Рейджин пошел, хорошо, хорошо, напрямую статистику, минус 4 от него. Через одну зону АВ, и это очень опасно, Эллиан мажет смок от тиммейта, к сожалению, ну, как бы там ни было, еще есть Лаки на подхвате, и тот делает даблкил из Фауса, и Пориума хоронить. За это время погиб Крад Лаки, это уже неважно, 2-2 ситуация, спину обходит Форестер, Эллиан без него работать не собирается, хотя Эллиана вырезает свят, и АВ стоит задуматься над тем, где же находится последний, таким, противник. Ну, я так понимаю, что вот если не засветится под кубом в следующие секунды, уже обратят внимание на спину, Шугер зачекал, не в тайминг. 5 секунд на катаж, Шугер отлетел, Форестер решил сразу его обезвредить, в сайте находился Свят, была информация, ведь бомба отставилась, но все же Свят не преклонен. Чудесно, 8-4. Которые против АВа регулярно, конечно же, выигрывались, но может быть сейчас уже и картина другая, и тайминг, но все же пытаясь свою часть не переходит, бах быстро в спину от Фори. Пациент занимался параллельно Форестером, тут не откидывал гранаты, тут была проблема. Хотя Крат убил Фори, и теперь ситуация будет играть противник, Лаки выходит в спину, и заметьте, что вот Лаки выходит в спину, он падает, например, а у нас так находится Крат неподалеку от штановки. Нет, Waterfalls тоже не бежит, открывается А, бах, мажет Эллиан, молотов, флешка, надо играть в Waterfalls, сейчас либо никогда, но вышло никогда. Неприятно, что ситуация сложилась, вот опять-таки агрессия под Б, при том, что Форю запустили у нас через центр на девятку, казалось бы, это был хороший размен, но вот опять, ну, любая агрессия под базой Б от Энтропик, получается вообще друг друга. Ну, это 4 в 4, ретейк ситуация, два смока у защиты есть, есть киты, ну, есть чем ретейкать, но это очень тяжело будет смотреться, а Перехрестка у защиты, ой, у атаки есть в постплан ситуации, поэтому... И посмотри на позицию Шугера до этого, но все же была надежная, он пока не понимает, что из гранаты с той стороны Никель отваливается, Крат в спине убивает Waterfalls, да, есть инфа по Шугеру, ну, и Эллиану еще надо найти второго, только по второму как раз имеешь свою инфу, и да, пытался выстрелить, увы, все тщетно, и Крат, который последний, идет на плач, но... Время и бомба, нам говорят... А, кстати, Аве угадывает у нас стак, вот базу А, втроем отыгрывает в этой зоне, сейчас Шугер, очень важная позиция, не идет у него, я-я-яй, Шугер в спину не забрал никого, но это уже 5 в 2 ситуация, ладно, вот, конкретно на этом моменте уже неприятненько, могут быть проблемки, у Аве, как минимум, пропик, могут уже выходить. Солидное преимущество, вторую пистерятку они забирают уже, вопрос времени, Свят последний, дал нокий фраг по Форестуру, так, вот, ушел, ушел здесь его. Воевал из-за всех сил, да, но Свята ни фрага не делали, пишите в чат. Рейджин, пока планирует прописать, да и Свят, в принципе, тоже мнение издегла, безоружили, Форестера падает, Крат, четко стреляет, Свят, по головам идет. Ну, вот, ХП осталось, тот зажимается под нычкой, с ним разыграет Никельбэк, Косну или Лаки со скаута, неприятно, Никель, убивает Шугера, погибает в Форестерфолст, да, они не могут это проиграть. Ну, и Свят на дальней дистанции, да, тут же, вот, с Рейджин разбирает, и Конторус сломал Рейджин, ты что? О, полетели. Вот, видел, ты говорил о ключе, и этот ключ есть, но это какой-то газовый сразу по голове, Свят выключает Эрри, на Ватерфолст. О, стопит, боже мой, не хватило гранат на то, чтобы закрыть куб, все же, вот, там красный Ватерфолс и поря желтенький, попытаться стоит. Форестер заходит под тотем, двойной пик из-под левой, да ладно, вы еще продолжаете душить, Ватерфолс оплетел, 40 секунд осталось у мистера Форестера, неужели это будет клатч, он заходит под куб, он не видит тень, это уже не важно, ведь Свят добивает 10-10, паритет. Вот этот вот уверенный, сочный хедшот и энтри Элиана. Ух, как неприятно, за что боролись, на то и напоролись. Сгорает у нас крат, это хороший, кому интересно посмотреть такой сетапчик под гранатки, молотовый ХЕ, ну и свой адресат находит. Все, выход под базу А через куб и штаны, фраг от Элиана есть по Шугару, так, а тут двоих забирать у нас, а так, а тут можно и АВП подсевить, так это вообще проблемы большие для АВ, как так-то, ребята, вы чего, 4 в 2? Элиан с АВП забирает в порю, ну... Это, знаешь, ситуация, в которой бились центропик под Б, бились раз за разом, и только вот под А вошли, и там сразу же их удача нашла. Отлетел Никель, Лаки еще двигается в сторону защиты, хочет отжать калаш, но вот неудача подобралась уже УК временно, им не воспользовался. Ну а уже Элиан с трофейным оружием убегает на сейв. Это провал игроков. Сейчас же молотоптаешься. Смен, Шугар, 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 оставляет красного Форестера, без фрагов пока у нас все происходит, и бомба была поставлена, Ватерфолзует важнейший минус по АВП, забирает он Элиана, красный все еще Форестер и битый Крад, и за 5-4 ретейк, подставляется Шугар, Крад его забирает, красным остается, два красных игрока в ретейке. Так, что по гранатам у нас? Смоки, флешки есть у защиты, но очень важно, она хоть что-то не напороться, забирается у нас Крад, размен Форестера, Рейджин забирает Лаки, 3-2 ситуация, два игрока на Бублике остаются, пока эта защита нужно все прочекать, понимаете? У нас отзонился Бублик, ну, 2-2, все равно, можно еще понашевать, если в дым найдут, Рейджин забирает Форестера, так, Никельбек, 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 просто прошли мимо него, он дает информацию, но, ай-яй-яй, какие таймы, не забирает Поря, нет, забирает все-таки, Поря Форестера, Рейджин забирает Никельбека, ну и последний Лаки, по нему информация, Шугар его сдегла, затыкал, 14-11, приятный раунд для... Вдруг, это то, что не случается на данный момент, все же за кубом отсиживаются террористы, есть какая-то предварительная информация, Water, пересрели Форестера, есть дефуза у Шугера, надо доигрывать, Эллион меняет на АК-47, за тотемом пачка, невыгодно весьма, тайминг, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, Шугер все же реагирует, и времени у него не хватит, друзья, 15-11, это действительно НТ. Конечно, стрелял в ту позицию, может быть и убил, а так у нас ретейк с двумя смоками, Эллион, ответственность у него большая, тот отстреливает свято, открывается под плент, падает Рейджин, надо было сразу убивать дружище, что ж ты так неловко поставился, Поря дорабатывает красного АВП, но вот не факт, что это поможет, дым на пачку, Форестер не будет до последнего пикать, хотя как раз справляется с Waterfalls, погибает в поре, 16-11, интерпик выигрывает пик оппонента. Шокирующе это смотрелось со стороны, потому что вот если сосчитать где-то 4 раунда, АВ вот так вот, берите, забирайте. На самом деле счет не совсем. Хотелось бы убивать, как можно больше открываются лаки, спалили движуху, Шукер прячется, сыграет растепенную роль под флешку противника, они все же врубают лаки, там накалили товарища Эллиона, Рейджин доработал, подобрал Поря Форестера, да неужели интерпик только раунд зальют? Да, так оно и есть, крады разменяли, и Никель последний, кто-то расстреливает, кстати, все же товарищу. Рубики 5.65 на АВ. И не забывайте, что учитывая, какие у нас могут быть результаты на квалификации, какие фраги, Эллион, страхуйте свою ставку срочно, прямо сейчас. Отлетает Форя, Шукер последний, 1 в 4 остается, ну, цепем. И при этом, знаешь, что самое занятное, то, что два сидела на окне, на картах, и пробовали убить центр, скаут, а где же играет Шукер? Вопрос для команды энтропик, хотя те направили прицелы вместе под коннектор, проседает крад, да, тут добирает Свято, тоже не имеет значения, времени в обрез, у Шукера еще и дефуза отсутствует, а если они же есть, то они под пд, лаки погибают, да ладно, да вы не могли такое залить, и дефуза рядышком, надо брать дефуза. Хотя он успевает так, да? Ну, да, да, он успевается, должен успевать, но все равно опасно, но он был сбегать за дефуза, а не успел. А успел, господи. Аккуратно, но это было опасно. Ну, да ладно, и через конкурсы зайдут? Ну да, такое бывает. Дым направо, вопрос Свят, допустим. Пори еще остался на троне, по нему нету инфу, и я вижу, что Никельбек приковывает свое внимание к данной позиции, бежит вперед, встреча по девятой, плюс 600 баксов, но деньги это ничего по сравнению с тем, что можно проиграть раунд. Шукер нашивает лаки, тут пока не пытается уходить, надеется на то, что Эллен где-то тайминг поймает. Но вот позиция Форестера может удивить и огорчить. Да, так оно и случилось, Ватер реагирует на противника, Эллен лаки по одному фрагу, Ватер фолз последний, флешка в лицо, флешка не задевает, но под эту флешку убегают лаки, это важно. Теперь есть кроссфайр в большом количестве. И тут, знаешь, момент, проходит коннектор. Может быть, хотя, если учитывать количество игроков, думаю, что мы далеко отстаем. Я даже помню статистику прошлого года. Да, тут вот пока я разбираюсь на тему, почему мало слотов, а так-то Ава забирает легчайший раунд, попытка пронести пачку под Батчери Шорт не увенчалась успехом, плюс поджим еще в апартаментах также завершился для АВ удачно. Ну и вот Эллен, который последний против пятерых, тут вырезает Рейджина, попадает по Ватер фолзу, уходит Эллен по направлению Кона, а там уже и Вандер, и противник, хотя Свят почему-то спиной открывался. Как будто, знаешь, отдался на данный момент. Ну вот невыгодно терять Авора, который немножко, он себе купит армор, Эллен отдаст калаш. И полагает между, Поря, забирает, выбегает, сейчас дыма у нас крада, 4 в 4. Есть информация, ну и как раз таки информация не спасает в данном моменте у нас ни Порю, ни Ватер фолз, или один лишь Ватер фолз, дал еще один фраг по Лаки, это меньшинство для защиты. У него столкновение первое с Элленом, тот пока спиной открыт, да, Эллен еще правая часть, для Шугера удачное положение, Эллен еще успел выстрелить, спалился, в общем, Никеля только может не прочитать, Шугер относительно такой позиции снайпера под ямой. Но теперь уже Рейджин спалил, и Рейджина выключили, все же Никель Солянова разбирается, 6-3, снимают АВ, они замечательные. Ну все, ждем, флешка, поджим, Поря, не сыграл по флеш противника, ну правда себя слепили энтропик, Порю все же казнят, ну и Поря не проще постреляться, был один минус, Ватер фолз, зажимает по пунктам, тут сражается Клев, но режим Берсерка отключил, погиб. 2-3, выход через дым может быть от Шугера, не, ну Рейджину надо бежать уже, тут страшно, может конечно же он отходит, кто-то поймает, да ладно, поставляется Никель, Крад на размене, 1-2, у Рейджина есть информация только по одному, он ловит Крада, но не убивает, с первого выстрела с пистика добивает, заметил передвижение Эллена, выстрел, дефолт, Эллен прячется за дефолтом, один в один, Рейджин идет вперед, душит, подтягивается, и все, он буквально в двух шагах от Эллена, выстрел ему скопом, но увы мимо, 9-3. И как же были близки, в этот момент Энтропик подтягивается на Перемку, Свят столкнулся с противником, чувствует его по смоками, но чувствовать он еще смог свинец, который у него прям впитывался, Лаки отстрелил Порю. Ватерфоллс, может быть, прострелить, за ног где-то черкануть, нет, при отходе попробуют поймать. Крада тут оттягивается под флешку, Форестер на размене, ХЕшка по направлению КД, Шугер, играет из-под той позиции, увидел, с какой же позиции прилетели ему гранаты, хотя нет, может быть, до конца не поверил, подумал, что там уже за дефолт загулял. Противник Форестер, какие тайминги, бог ты мой. Рейджин последняя, АВП, и это сейв. А денег-то дальше нету, и счет, может быть, станет еще хуже, чем мы могли бы подумать для АВА. Тут уже условно их 10-3. Дальше экономически, ну даже с АВП, пускай, если засейвить, только надо вот смотреть засейвить Ли, он не ожидает Эллиона под боком, хотя Эллион мог подумать, что его заметили. Вот пытается душить, понимая, что экономики... На карте у нас падают под окно игроки защиты, буст вверх-вниз. Уже сам АВП тут просто на стрейфе, на широком святик забирает у нас Эллиона, есть Тен, Трилаки тут же выход под базуа, реагирует командой АТропик и занимают АП-клэнт. Так, Рейджин забирает Форестера в коврах, отыгрывает дальше из-под хелпы. Как был листок Рейджин? Сейчас опасный, так он так забирает Рейджин, Лаки, Шугар хеджет по краду, и это 4 в 1. Последний остается Никель, Лол, он еще и не спрейд куда надо, и Свят добивает Никеля. В следующий момент, да еще и Форестер, который накаляет атмосферу из Пауса в поре, пропушил Яму, собрал инфу. Вроде как и заметил противника, он реагирует на Паус, Форестер погибает, Свят в спине оказался у двух, и вот вам пачка, которая в копилку. Крат борется из-за всех сил, к нему же выходит и Эллиона в ВП, ну Эллиона втуда положение, молоко под ватеркл, запутушится, вгибает. Крат, снайперы теперь уже делать техники, обезвредить. Друзья, мы видим счет 10-5, АВ огромные, умнички, или я поспешил с выводами? Нет, я не поспешил с выводами. Загидали, Снежка, троих игроков у нас через подвал, на старте отыгрывает Рейджин и Свят через яму. Так, ну Эллин хороший, в опоре, конечно, он зачекал, судя по всему, этот самый Андер, ожидал здесь этот буст, а будет лежать второго. Вот так, регрессирует, играет его хороших, что-то Эллиона второй, Лаки забирайте временем Рейджина, на зигзаге, ну и Waterfall с бомбой в коннекторе последний. Свят уже контактирует в яме, файт у него с крадом, крад, 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 забирает он. Свят, а последний Waterfall, это 11-й раунд и выиграна пистолетка для... Этого девайс могут привнести коррекцию. Форестер, была на тайминг, он забьет в поре, а там еще и красный, и ХЕ-шка есть. А прикинь ХЕ-шку бы направить под Свято, ну ладно, тут угадать трудно. Эллин подошел, вырубил Свято, последний игрок выбегает под Б, Waterfall, следующую секунду там окажется. И угадывает частично Энтропик, но все же решили свои силы рассредоточить на два сайта. Эллин пока ожидают установки пачки в таком же положении и в Форестер. Хотя нет, он чуть будет под Тинни, сейчас уже относительно кола Форестера и Эллин может пойти вперед. Но может, не может, больше зависит от Waterfall, как же он поставить бомбу, с какой стороны будет ожидать противника, не ожидать, пачка ставится. Эллин не услышал, там может быть какая-то информация в лотнинг спике, но не имеет значения, Waterfall отпускает под апартаменты, и вот вопрос, как же доиграет Энтропик. В плане написано, что оба соты, и можно рискнуть где-то побольше поджать, а не как оно бывает в клаче, хотя сейчас это не влияет. Эллин открывается, следующий, и Waterfall попадает плотненько, 18 хп у него. Эллин еще один репик мимо, и Эллиона Waterfall перестреливает. Идеальный клатч, 1-2. Доигровка у нас, 3 ковры будет под гранат Свят. У него смог, он смог, по всему внешку будет. Давай забирать Рейджина, они находят он опыт по Краду. Крада разменивает Шугар, ну и 4-4 для обеих коллективов так или иначе происходит. Так, Боря получает. Домак Эллин забирает Шугар, а тут, конечно, уже без гранат тяжело-тяжело ребятам. Разбирают Свят, разменивает своего тиммейта. 2-3 для атаки, ставится бомба, но в спине Лаки на таком тайминге, конечно, не ожидается. Бомба даже не была установлена, потому что не Waterfalls. Его Лаки также... Уже преимущество. Еще и прорыв через СКТ, но в целом, если посмотреть, выход под Б должен состояться. И там Красная Эллин уже ничего не сделает. Хотя одного отстрелил, слышит второго. Там уже на подходах к спину противник. Да ладно, Лаки. Пробежал с пистолета, он подозревал, что стоит за смоком, но это уже не важно. Ведь всю команду Интропик уничтожили. Да есть же порох в пороховницах. Просто я тоже рейджена где-то помню в каком-то коллективе. Его даже в подготовке к этому. Свят также был на гранате, не успел отреагировать. Мод, никильбэк меняет позицию, прорывается вперед. Свят, надо убивать, забрасывает еще одну гранату. Это был фейк, но Свят отлетел. Шуге через паласы. Есть потенциал на убийство. Ты же понимаешь, что это за раунд могут Интропик выиграть? Шок будет. Это же с пистолетами раунд. Ну еще далеко до этого. Вот от того девайса, от уже близко. Кори отлетел. И девайс добывает крат. Информация по Waterfalls отсутствует. Могут только предполагать, что победился Шугер. Зря поставил скрят, конечно. Но тут уже неважно. Лаки задевает Шугера, а вот Эллиан уже дорабатывает. И Waterfalls, который от начала раунд стоит на топе, такой, ребят. А что, собственно, произошло? Ну, все же меняет оружие. Будет пытаться изо всех сил. Не хотелось бы отдавать уже 15-й. Денег нет. То есть либо сейчас побеждать, либо дальше никак. Так, Waterfalls. Лаки надо дожимать. Доработал. Чет. Может быть, это еще один клайч. Флешка прилетает из-под сайта. Плюс инфа. Waterfalls ожидает больше из-под окна. А там в спине на шерте играет противник. Форестер все же не стал рисковать. Эллиана не заметили. Нужен тайминг. Боже мой, Waterfalls. Как же не повезло. Он не заметил бы, да? Да, а краски Эллин заметил. Не, я не понимаю. Нет, не заметил, не заметил. Как бы Форестер смотрел это все, он уже не важен. Не заметил, не заметил. Это возможно. А Форестер еще и боком стоит. Смотри, какая удача. Лол. Лол. Удача. 8 секунд до конца. Waterfalls берет, по-моему, клатч 1-3. Так и все, да. Так и есть. Я думаю, он более чем успевает сейчас и позицию занять. Киты, конечно, есть у Эллина. Это не можешь не радовать. Арморчик это нету. Потому что выпад даже надо пообрать. Так, Waterfalls в своей любимой позиции в б-доме отыгрывать подобные клатчи. Излюбленная точка. Он уже услышал. Был опыт у Enterpik игры против Waterfalls. Правда, тот и правда слышит оппонента, Эллин, на сайте. Эллин тоже оставался в том случае в клатч. И Waterfalls берет 8-й для АВ. Хорош. Отстраховался. Прошил. Не поверил в свое счастье. То, что может реально там... Не, ну... Первый-то раз то, что он отменил, понятно. Его могут там забирать. Тут уже и агрессия в коврах. И слышно игроков в яме. Ну, да, рассыпаются у нас. После такого максимально неприятного зафиксировать. Это факт, да. Как самый настоящий... Время. Будьте добры, время. Минута 16. Все еще живут. Какие-то пресмертные конвульсии от Пори. Расстреливает Крада. Рейджин уходит на окно. Никель. С МП-9. Важный эпизод. Рейджин забивает. Но этот пай никогда не мажет. И что по стрельбе, что по Брейну, все отлично. Эллиан еще и на крокодиле бокт. Эллиан. Не среагировал, по-моему, на первый байт Пори. Рейджин читает. Погибает Эллиан. 5 секунд до конца. Лаки один против двоих. Ну, ни информация, ни гранат. Ну, одна флешка. Да еще и дефуза отсутствует. Не знаю. Если Лаки такое берет, то можно бриться на лосом. Всем привет. Так, ну, это все смотрится максимально, как взятый раунд для Авы. Безусловно. Китов нет у Лаки. Так, ну, есть информация. Можно разносить. Нет. Форя. Забирает Лаки. А что? Я прошу прощения. Форя отыгрывает по направлениям. Заметь, что Аплент вообще бросили. Энтропик зачитать бы. Крад на центре. Убивает бомбу. Беда. Поря пытается сыграть в плюс. Уотерфолс еще разменивается по Форестеру. Два в три. Молотом на окно. Поря контрит. Никель подгорел. Не беда. Там на выручку придет Эллиан. И как раз таки Эллиан, который в стартер раунда играет без АВП, на Уге. Ну, он спичается максимально быстро под окно. Неужели это тайминг? Забивает Шугера. 12 секунд до конца. Поря. Монсит за сайтом. За искрой. 8. 9. Еще и ХЕ-шка прилетает. Какая боль. Всего лишь 13. Матсителлен берет раунд, берет карту и, следовательно, победу для коллектива Энтропик. Они квалифицируются на АМФол. Ну, а команде АВ мы можем пожелать только удачи в нижней сетке. Да, это факт.